Вместе и сделать вот это знаковое для Японии здание. Ну, а что касается архитектора, это американец китайского происхождения. Ну, архитектора задумка была такая, что с двух сторон как будто дракон поднимающийся. Вот именно за счет посадок, в общем, и сосен, он видел именно в таком виде этого дракона. И вот эта разработка, вот как это сделать, это именно из природы, как будто выходит что-то такое современное. Вот это вот соединение природы и абсолютно современных конструкций, для меня это вот был такой проект, который очень был интересен в нем поучаствовать. Ну, вот тут очень важно, как мы делали эту вот гору, на самом деле там гора всегда была. Но когда надо было делать лестницу, гору полностью разрушили. Она была полностью уничтожена. А потом вторично уже в искусственном виде восстановлена. То есть вот то, что вы видите, это не то, что было первоначально, но вид абсолютно тот же у горы. И после того, как строили лестницу, полностью убрали гору, построили эту лестницу, обратно вернули землю. И после этого вот все посадки, которые вы видите, это посаженные деревья. Это не естественные деревья. Ну, то есть они естественные, но не естественно выросшие. И опять же тут все время концепции заимствованного пейзажа. Там вдали видны горы, эти горы гармоничные. Кажется, что они прямо вот здесь, рядом, на самом деле далеко. Тоже вот те, которые видны сзади. Они тоже вписаны в пейзаж, заимствованный пейзаж. И вот мы уже говорили о том ресторане, в входе которого нависает сосна, который называется Монкаке или Монкабуре. Тут тоже самое, та же концепция, тоже сосна нависающая, тоже Монкабуре. Форма нависания над воротами. Это не только из-за природы, но и из-за природы. Это, как я говорил, это и ямодори. Это и ямодори. Это и ямодори. Да, это и ямодори. Это и ямодори. Из-за природы. Практически не создана дополнительная какая-то форма. Ну естественно, только поддержка такая. Но она здесь не росла. Ее привезли из другого места и вот как в природном своём виде здесь посадили. Это просто в разные временные, очень красивый вид. И кроме того, что вот наружная такая композиция еще в самой глубине этого музея создана ксад камней. Здесь мы сразу обратим внимание на вот эти вот доминирующие композицию из камней. Мы опять возвращаемся, когда камни кладут, всегда учитывают тот баланс 7-5-3 и вот здесь мы его как раз тоже видим. И вот здесь как раз вот этот треугольник сейчас я показала, это соответствие небесам, землее человеку. И здесь же есть и пустое пространство, о котором мы тоже записывали. Это йохаку. Йохаку это то, что мы видим сделанное из мелких камней. Вот это пространство оно тоже существует. То есть вот все те моменты, о которых мы говорили вчера, вот видны в этой композиции. И другие вот эти вот части этого сада тоже они будут создавать эти же треугольники, ну в разных плоскостях. То есть вот там обрезана уже часть композиции. Но это поверьте мне тоже 7-5-3. Плюс вся вместе композиция, она тоже создает огромный этот большой уже треугольник с той же пропорцией 7-5-3. Ну вы наверное помните фотографию сада Рюанзи, когда вот камни разложены и с одной из сторон, все смотрят только с одной стороны, с другой стороны стена и там нависающие естественные деревья. Вы вспомнили эту картинку? То есть там все смотрят на камни только с одной стороны. А здесь у нас появляется проблема. Это же внутренний двор, где полный круговой осмотр возможен. Представляете, да, вот эта вот галерея вокруг и люди могут по этой галереи не только вот как по галереи Рюанзи, только одной стороны, а по всей стороне пройтись. И тут нам надо было найти камень, у которого многоликий камень, так скажем. У которого не одно лицо, а лицо, которое он может показать в разные стороны. Ну и установить это все естественно так, чтобы это смотрелось действительно на грамматично, это же очень трудно. И вот здесь был уникальный опыт, когда уже выбранные камни, выбраны камни и делают из них копию камней. И из этой копии камней макет в полную величину в другом месте складывают. И вот его сложили в другом месте, и мастер целый месяц выбирал ракурс, как их поставить. То есть он переставлял, переставлял, переставлял. И это все делалось не на настоящих камнях, а полной ее копией. Это пока. Это мастер в этот момент, но и стебл. Да, старая стебл. Вторая стебл. Это тоже еще. Соответственно, такой стебл. Мастер в этот момент, как дань кического масштаба, эта модель не только что-то надо. Почему это сделать? Мастер в этот момент, может быть скейл, просто что, в этом уменьшем, В общем это был нарезан бамбук очень тонко и все это еще вот прям вот из этого бамбука веревок и так далее сделали вот точно такой же макет в тоже величину но естественно очень легкий на подъем то есть это вот таким образом делали то есть это склеивалось вот склеилось связывалось и делали это плотники то есть это попросили плотников сделать эти макеты вот этот камень он весит 10 тонн приблизительно это самый тяжелый из этих камней дальше шли 5 тонн 2 тонны ну то есть самый проблемный был камень вот этот 10 тонн и тут возникла еще одна проблема камни очень тяжелые сооружение как вы видели каскадные такой вот друг на друга нависающие и под этим вот садом на самом деле была выставочная галерея то есть еще одна выставочная комната вот и ничего не поделаешь значит нам пришлось отказаться от этого выставочного пространства и все помещение которое находится под этим садом она сейчас уставлена колонными своими как бы своими которые поддерживают вот этот потолок а на наш взгляд это просто не сада чтобы не проломилась помещение ну и как вы понимаете что здесь у нас внизу не земля просто конструкция соответственно мы не можем туда поставить камни и туда их вкопать соответственно уникальность этого сооружения в том что все камни обрезаны внизу ровным образом и они стоят на ровной грани чего вообще в принципе не практикуют в японии то есть есть у нас еще пожалуйста один фломастер то есть обратите внимание а здесь все срезано что ниже часть бы пошла просто землю бы вкапывалась вот это все надо было срезать и уже когда в срезанном виде она помещалась вот на это пространство внутри галереи и чтобы поместить эти камни в эту галерею пришлось заказывать 500 тонн 500 тонн 500 200 не прошло ни хякова муриды что ты еще ни хякова 200 невозможно 500 тонн 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 и он у нас действительно разрушена очень сильно imposs�ит и после того что вы приноцените здесь о OFA сет까요 вот если мы сделали вот это да и есть так далее там находится в 2 сантиметре не для этого нет очень发生 dicha 5-0 это было очень надеюсь на что в том, что это был как раз печальный год. В Японии, в городе Кобе, случилось землетрясение, когда... Это было вертикальное землетрясение, когда сложились дома вот сверху вниз, то есть там очень большие разборы были, разбирать надо было. Как раз там применялись эти краны и вот они использовали этот кран. Ну, то есть, в принципе, опять же, там вот где устанавливали этот кран, и там укрепляли поверхности, чтобы он мог пройти во многих местах, надо было и с дорогами разбираться, их укрепляли. И, опять же, вот здесь, где он стоял, там тоже было помещение, внизу там определенным образом делали сваи. И само то, где отрезали, вот этот вот отрезать тоже оборудование такого нет, в принципе, ведь всегда это обычно меньшие камни, либо это вообще ручная работа. Но в данном случае нужно было оборудование. Это оборудование нашлось только в префектуре Акаяма. В Киоте нет такого завода, места, где могли бы обрезать так камни. То есть, в принципе, у нас очень ограниченном места, где можно работать вот с такими крупными камнями, да еще к тому же их обрезать. И сейчас тоже нет, вот это ничего не изменилось, из чего-то так и не появилось такое оборудование. Вот только одно, чтобы смог туда поместиться и прийти в кран, неделю ушло на всю подготовительную работу только для крана. Но зато уже, когда помещали сам камень, когда уже все прошли подготовительные работы, все это сделали за один день. В общем, пришлось не только с одним камнем разбираться вот с этим лицом, лицом, То есть стороной, которую может видеть человек, наблюдающий за садом, пришлось разбираться с другими камнями и искать те камни, которые были бы действительно вот такими многоликами. Поэтому другие камни мы смотрим сейчас с другой стороны тоже. Все это лицевая сторона. Вот вы представьте, что вот тот даже маленький камень, который лежит, даже для него делали плотненький макет. И с ним тоже разбирались на отдельной территории, вот как он будет лежать, как это все будет выглядеть под всеми четырьмя ракурсами, которые могут увидеть посетители. И вот это вот пришлось очень серьезно к этому подходить. То есть вот целый месяц мастера перекладывали с места, ну не перекладывали, смотрели вот как, насколько, вот какое именно движение, какой именно ракурс вот подойдет для этого сада. Такое, с такой специфической и очень даже неожиданной даже для японцев задачей. На самом деле я хочу сказать, что 500 тонновый экран я видел впервые в своей жизни. До этого у меня такого опыта никогда не было. Да, вот то, что можно и с этой стороны его увидеть, и с той стороны его видеть, и все равно это он красив. И опять треугольник, то есть опять плоскость вот этого треугольника. Точно такой же мох, который мы видели в саду, который я делал. И надо отметить, что действительно от региона зависит то, что высаживается на этих пространствах, где нет камней, где нет растений. И регион конца, это как раз регион, где вот Киото находится, вот префектура рядом с ней, где здесь Синга. Там в принципе это издревле использовали именно вот такие покрытия. Это зависит от тоже климата. Но самое интересное, что издревле это так делали, но на данный момент сейчас в Киото его нет на продажу. И вот чтобы именно сюда привезти, его везли из Токио. Но зато у них в Токио его практически не используют в садовом искусстве. Оно у них есть в продаже. Вот интересная такая, нелогичная получилась цепочка. Но вот зато там спросом не пользуются, сюда смогли привезти. А вот в Киото, значит, как только вот такое пространство появляется, его сразу засаживают мухом. А токийцы считают, что это вообще мавитонные, это вообще плохо. Мы никогда этого не делают. То есть абсолютно разный подход к садовому искусству. Вот в разных рынках. Киото, Токио, на него? Токио, да,地面そのままなんです. Они любят оставить просто землю. Вот сейчас так вот. Хонто,地面だけ? На него, шокуботсу, на него. Ну, уенай,ですね. Ну, прямо так ничего не сажая. Да, даже если вот где-то будут сажать какие-то небольшие кустарники, то они будут обязательно, там должна быть видна вот земля. Так, теперь так вот, на таких кустарников, В Киодо тоже стали иногда высаживать небольшие густарниковые травы. Вот как он сказал. И если этими ветрами раздувает землю, то есть пыль, предположим пыль, поэтому, конечно, лучше, чтобы там была хотя бы низкая растительность, которая будет предотвращать разлетание пыли. Вот это было по музею МИХО. Ну, еще частный дом, три слайда сделаем. Сейчас. Сейчас. Вот. 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 Это, наверное, как я спула в дереве. И, конечно, уже не было, как он уносил, но в этом районе есть я строил стандартные пылья. Ну вот я люблю вот такой прудик, сделан. Вы, наверное, уже почти видите такой же как, но это не тот сад, который мы рассматривали. Это моя другая композиция, именно для частного тоже дома сделанная. Вот здесь интересно, что я решила использовать керамические элементы керамической черепичной крыши в берегах этого водоемчика. И вот это все тоже он переделал вот эту стену. Сюда я наклеил, прикрепил кору криптомели. Это достаточно...